Ширка бомба, цвет лимона. Говорит, слушай, сейчас я сварю такого, говорит, чая. В большом употреблении, количестве чифера. Это вымывание костей, это убивание организма и тому подобное. Всем добрый день, дорогой зритель, подписчик моего канала. Хочу сегодня тему затронуть за чай. Вот все говорят, что там в тюряге пьют чаи, какие лучше, какие не лучше. Вообще изначально чаевые церемонии, это типа выпить чифера в тюряге, это типа поддерживать традиции, туда-сюда, по кругу, эту кружку гонять, по пару хапкол. Это, как правило, традиции. Но в то же время это за собой влечет большие последствия, так как в присутствующем кругу, а круги могут быть большие, кто-то с туберкулезом или еще с каким-то ящуром. И вот это чаепитие может где-то на туб-зоне закончиться, в лучшем случае. А я встречал такие случаи, вот такие чаепития заканчивались, у кого плохой иммунитет слабый, где-то подхватывали какого-то ящура, ящуруцу страшную. И все, пару-тройку месяцев сгорали. И вот так вот заканчивались эти традиции. Но давайте меньше о плохом, это я так, сквозь. Я относился к чаю до того времени, как заехал первый раз в тюрьму. Ну, чай, да и чай с лимоном там, туда-сюда, разные вкусы. Особое значение не придавал ему. А вот заехавши в тюрьму, это 2000-е годы, начало, да. Там я пересекся с рецидивистами, особистами, которые к чаепитию подходят как к целому ритуалу. Какие чаи в то время были актуальны? Это грузинский чай, потом индийский три слона. Но чай чаем, а само приготовление, я просто шо был ошеломлен. Я, знаете как, заварил там заварку, да и все попил. А тут он, короче, ты шо, один рыцак берет в тарики. Говорит, слушай, сейчас я сварю такого, говорит, чая, шо у тебя волосы дыбом будут стоять. Ну а как правило, что ж тогда заезжали все на кумарах, от безнадеги этим чаем обхапывали, что чуть ли мотор не останавливался. Не, ну как бы там оно не было, где-то может под накрутом, под мнением оно помогало там на маленькое, короткое время. Ну, опять же, это самообман. Да, этот рыцак еще как начал доставать сумки, там эти в тарики, там чай, все в кулечках, в пакуночках, кулек в кульке, там забаяно резинкой затянуто. Я думаю, вот это шизики, шо это такое? А потом уже пройдя сквозь года, уже я понимаю, что тюряга настолько деградирует, что ты потом уже волей-неволей сам становишься бабкой. Становишься бабусей, начинаешь все в клумочке, все надо, все пригодится в хозяйстве. Короче, вот как-то так. Ну, от этого никуда не денешься, как правило, большую часть своей сознательной жизни люди проводят в местах лишения свободы. И сумка, которую он имеет, и все, что он имеет, находится там. Это все его имущество и майно. О хороших каких-то качествах чаевых, они там тоже присутствуют, но, как правило, чай это вымывание кальция с организма и тому подобное. Как бы там его кто не приготавливал, по каким рецептам, в большом употреблении количестве чифера, непосредственно, не чая, а чифера, это вымывание костей, это убивание организма и тому подобное. Надо пить травяные чаи, вот это вот дело. Но, меньше с этим. И он такой, говорит, сейчас я заварю на вторяках такое чаидлое. Мама дорогая, короче, вторяки просушил. Шух, шух. Грузинский вторяк с грузинского чая. Он шух его подсушил. Говорит, у меня есть индейка, три слона. Говорит, сейчас будет вообще ширка бомба цвет лимона. Ну, короче, как заварил, ну, по конфетке. Ну, само приготовление, оно уже было приятно его пить. Шу человек приложил время, усилия. Ну, и действительно вкусно, вкусный получился. Я уже потом и сам научился готовить нормально чай. А там же как чифербакер нормальный, чтоб был. Чтоб все было красиво. Каждый где-то, каждый рыцак знает свои какие-то фокусы, тонкости. Где что добавить, где там притрусить, где-то пару бу-бу-бу-бу-бу предсказать, чтобы чай был такой вообще. Да, и вот вам чай. Много чаев тогда не было. Был грузинский чай актуальный. Потом индийский. Опять же, в то время были ограниченное количество его, ну, передачи его в зону. Где-то в какой-то степени в то время еще он, чай был запретом. Его перекидывали через забор. Так как запрет кидают там, какую-то травку или еще что-то. Так же сам чай кидали через забор, чтобы где-то мужики пили, где-то, опять же, это все традиции, медиции, вот эти все дела. Так что я вообще лично на своем опыте, пройдя через года какие-то, столкнулся тоже с этим всем. И хочу вам порекомендовать не пить этот чифер. Да, там где-то можно взбодрить твою мать, когда-никогда выпить, но чтобы сидеть на нем, это та же система. Я вам скажу, многие приобретали в чаепитии проблему, когда выезжали на суды, брали на бокса с собой дозняк, бутылочки. Бокса это такие камерки в подвале, ну, это на Лукяновке, на каждой исполнительной тюряе большой. Бокса, когда вывозят на суды, заходят, ну, заводят людей в бокса и ждут до суда, потом на суды вывозят в воронках. И вот, вот эти вот чаи, как правило, я вам скажу так, свое мнение, чаепития вот эти массовые, как я уже проанализировал все это, так как правило, рассадник болезней и всего остального. На своем опыте я каждому арестанту скажу, что, дорогой друг, имей свою кружку, там, можно поддерживать эти традиции и так. Будешь пить со своей кружки, сам будешь намного здоровее, и потом не будешь удивляться, откуда у тебя появились какие-то болезни, там, ящерки какие-то поприхватывались. Так что, вот как-то так, вот вам чаевая тема. Это не тот чай, как вот есть китайские чаи, это совсем другое. В то время еще его особо не было в Украине у нас. Я тоже пробовал и такие чаи, там, Крот, там, вот эти всякие, или как они там правильно называются, там целые церемонии проводятся. Да, тоже прикольно. Есть там такие разновидности чаев, серьезные, что там чуть ли не спрыгивают с употребления наркотика на них. Но это все самонакрут. Но если он работает, то это ок. Так что, вот как-то вам вкратце по чаям. А так, всем желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь обязательно на канал, жмите колокольчик, тринь-тинь-тинь, о там или о там. Заранее всем спасибо, всего вам хорошего, берегите себя, родных, близких, и будет вам счастье. Мира, добра вам, всего самого-самого хорошего. И будьте добрее, друзья. И тогда в жизни будет все по-другому. И жизнь будет радовать вас добрыми новостями и будет бить ключом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!